Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе со мной в потрясающем месте под названием Хамеус де Агуа. Место это находится на острове Лансароте. Я не буду вам сильно много рассказывать о нем, об этом месте сейчас, но я предлагаю всем это место посмотреть, потому что это из тех мест, которых лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это я проверил на себе, эмоции, впечатления были нереальны. Всем, кому интересно, присоединяйтесь ко мне и начнем нашу поездку. Так, друзья, мы прибыли на место нашей экскурсии. Такие потрясающие, красивый вид, уже издалека, все затянуто тучами, правда, сегодня. Сейчас я буду постепенно спускаться по лестнице, не буду останавливаться сильно, потому что, как вы понимаете, сзади меня тоже идут люди, и я не могу задерживаться. Но буду обращать наше внимание на растения, которые здесь присутствуют. Такие потрясающие папоротники, очень-очень красивые. Сиртомиум, если я не ошибаюсь, очень много людей, очень много туристов, как я уже сказал. Вход стоит 10 евро, время нахождения оно не ограничено. И для резидентов Канарских островов стоит вход 8 евро. Это первый проект Цезаря Монрике, известнейшего испанского архитектора, скульптора и дизайнера. Он на самом деле подарил всю эту красоту, нереальную красоту этому острову. Именно благодаря его таланту, благодаря всей его любви к природе, к своей родине, было создано это потрясающее произведение. Хомеос де Лягуа, которое мы будем с вами смотреть. Посмотрите, вулканическая лава, какая застывшая. Да, посмотрите, какая интересная, необычная порода. Вот Цезарь Монрике во всех своих произведениях, во всех своих проектах сочетал природу, натуральную природу, натуральные материалы данного вулканического острова и на тот момент современные технологии. Посмотрите, какие красивые и потрясающие лаказии с глянцевыми, блестящими листьями. Смотрите, какая она огромная, по сравнению с размером моей руки. И вот здесь находятся разнообразные пещеры, такая своеобразная вулканическая труба. И здесь есть зоны кафе, их будет несколько во время нашей экскурсии. Также здесь есть зона, в которой находится, так сказать, концертный зал, где проходят часто концерты, особенно оперные, симфонического оркестра. Можно заказать столик. Вот такая аспедистра тоже красивая. Можно заказать столик, будет включен ужин и симфонический оркестр. Будет играть потрясающе в пещере. Акустика нереальная. Мы с вами туда, друзья, зайдем во время нашей экскурсии. И вы услышите немного, не концерт, конечно, но играющую музыку в данном помещении. Такая драцена Драгу. Очень красивая. Так вот, благодаря Цезарю Манрике, остров Флансароте считается одним из самых красивых островов. На самом деле, этот человек оставил после себя огромную, нереальную, нереальное наследие. Оставил он после себя огромное количество различных скульптур. Кстати, на Гран-Канарии есть реплики его скульптур, двигающиеся за счет ветра скульптуры. Потрясающие тоже красоты. Смотрите, какие монстеры, портулокария. И вот такой вот огромный цериус, который мы тоже уже видели на входе. Он сейчас цветет. И какая потрясающая красота. Все это находится среди пещеры. Здесь есть также озеро, которое было сформировано благодаря тому, что есть трещины в вулканических этих породах. И фильтруется постоянно вода. И в этом озере живут небольшие абсолютно слепые рачки, которые называются хомеос. Они размером 1 сантиметр. Абсолютно белые рачки-альбиносы, слепые. И запрещено бросать туда монеты, дабы рачки эти жили и никак не нарушалась их среда обитания. То есть нельзя кинуть монетку, чтобы вернуться. Как я помню, в детстве я кидал в Кисловодске, чтобы вернуться туда. Здесь этого делать абсолютно. Все это дело здесь запрещено. Нельзя здесь кидать монетки и ничего такого. Очень много людей, как вы видите. Огромное количество туристов сюда прибывает ежедневно. Сейчас на Лансароте сезон очень горячий, очень активный. Как я сказал, уже Цезарь Монрике создал из этого острова такого неприветливого, такого вулканического и, можно так сказать, недружелюбного. Он создал настоящее произведение искусства. По всему острову мы можем находить следы его и отпечатки его работы, его творчества, его таланта. К сожалению, он ушел достаточно, можно так сказать, молодым. 72 года его было, и он погиб в автокатастрофе. Потрясающий человек, он погиб в автокатастрофе. Это было очень большим горем для всего народа Испании, особенно для народа Канарских островов, потому что этот человек до самых своих поздних лет, до последних своих лет он продолжал творить и создавать потрясающие-потрясающие вещи, потрясающие проекты. Посмотрите, какие красивые розы, гибискусы. Тоже здесь растут все листья, нереально глянцевые, друзья. Мы мечтаем, многие из нас мечтают о таком глянце на наших растениях. Мы их протираем, а здесь они в таких природных условиях растут и выглядят абсолютно-абсолютно нереально красивые, абсолютно потрясающие. Кругом растут эти огромные аллоказии. Периодически мне приходится останавливать камеру. Я приношу свои извинения, потому что идет очень много людей, и чтобы мы не шли с вами по головам, чтобы мы не снимали затылки людей, я периодически останавливаю камеру, даю людям пройти, и чтобы я потом мог сам дальше идти тоже спокойно. Данное растение я искал, вы знаете, я нашел его как Эмерокалис фульва. Данное растение, относится он к лилиям. Огромный-огромный куст, вырастают эти растения. Посмотрите, какие красивые. Я думаю, также они цветут, но сейчас мы их в цветении не застали. Как вы можете видеть, Цезарь Мандрики использовал большое количество природного материала, вулканической лавы, всегда присутствует во всех его произведениях. Он на самом деле был большим защитником природы, постоянно участвовал в различных манифестациях, в прочих проектах, именно по охране окружающей среды, по сохранению наследия острова, его красоты и вкладывал большие средства поддержания жизни этого прекрасного Канарского острова, который полностью, вы знаете, покорил мое сердце, влюбил в себя. Я очень долго откладывал поездку на данный остров, потому что я не знал, каким будет этот остров для меня, для любителя растений, для любителя цветов, такого заядлого. Я думал, что я увижу на этих вулканических островах. Я был на острове Форта Вентура, мне там, честно сказать, не очень понравилось. Там было слишком вулканический для меня, практически никакой зелени. Но здесь, опять-таки, благодаря Цезарю Мандрике и его усилиям, настоящие оазицы цветут в среды этой вулканической, так сказать, пустыни. Посмотрите, какая красота потрясающего размера монстеры, огромнейшие-огромнейшие монстеры и аллоказии. Будет много растений, друзья, будет очень много всего интересного. Всем, кто любит такие экскурсии, прогулки, оставайтесь вместе со мной. Мы посмотрим сегодня действительно очень много красивых вещей. Я ходил по этому месту с открытым ртом. Посмотрите, вот сейчас мы подошли вблизи, посмотреть на это небольшое озеро, так сказать, сформированное здесь в пещере. И здесь живут абсолютно маленькие эти рачки. Я не знаю, сможем ли мы увидеть, но вы можете видеть кое-где белые точки. Да, вот это и есть эти рачки. Здесь нет ни монет, ничего. То есть, что бы могло блестеть? Блестят именно эти рачки. И, конечно, отражение в воде. Никто не знает. Нет никакой даже ни одной теории, как они могли сюда попасть, как они могли просочиться вместе с водой сюда. Но они здесь живут. Это, так сказать, их единственное место обитания. Посмотрите, какая потрясающе красивая, чистейшая вода. Кстати, вода соленая. Она океанская, как я уже говорил. То есть, рачки живут в абсолютно соленой воде. Посмотрите, какая красота. Изображение здесь будет немного похуже обычного, потому что мы идем в сторону источника света, и, соответственно, изображение не будет настолько четким. Но я постарался сделать все, что в моих силах, чтобы снять максимально четко все. Посмотрите, здесь молодые монстеры тоже потрясающе красивые растут. Кругом эти скалы, белые цвета. Практически все дома на острове, я уже говорил в одном из видео, что практически все дома на острове, на 99% домов, выкрашены в белый цвет. Белый цвет, как вы знаете, отражает тепло. И здесь даже не нужны кондиционеры за счет того, что используется большое количество камня вулканических этих пород. И белый цвет прекрасно, вполне себя можно чувствовать без кондиционера, даже при 35-40 градусной жаре. Смотрите, какая красота. Я влюбился, вот я уже сказала в этом. Посмотрите, как здесь все красиво встроено. Необычно встроенные такие сидения. То есть, это следующий ресторан, следующее кафе. Смотрите, какие красивые и красивейшие растения. Огромное количество папоротников разнообразных, нехалеписы нереальных размеров. Все это переплетается между собой в такую замысловатую, красивую композицию, такой красивый ландшафтный дизайн. Смотрите, вот здесь встроен небольшой бар. Вот в самой пещере, такой небольшой барчик. Здесь можно взять кофе, взять прохладительные напитки, какие-то кексы, что-то перекусить такое легкое, да, при желании. Мне, честно сказать, есть не хотелось. Я хотел наслаждаться этой красотой, поэтому я просто шел, шел, шел и не отрываясь, смотрел на все это великолепие, на всю эту красоту. В таких вот, кстати, клетках посажены папоротники, как вы можете видеть впереди. И очень необычное решение для папоротников такое. Большое количество ароидных растений здесь представлено. Вы видите, люди сидят, кушают, кто что кушает. И Николай, оператор, ходит, снимает, любуется и на все смотрит. Конечно, такие видео я снимаю, и это, конечно, огромные воспоминания для меня будут. Потом буду сам их пересматривать, потому что это место мне запало в душу, как никакое другое. Да, здесь, смотрите, растут тоже цеперусы. Очень красивое, все такое сочное, все такое свежее, чистое, как будто бы их только высадили какие-то, знаете, голландские поставщики. Но на самом деле видно, что растения растут здесь очень долго. Здесь тетрадисканцы, тоже красивейшие растут, интереснейшие лестницы, сделанные из вулканической породы. Вот об этой клетке я говорил. Для папоротников они развешаны по всему периметру Алаказии. Смотрите, какая красота, да? Крайне необычная. И вот очень много таких клеток подвешено именно к потолку. Видите, вот там висит дальше. Откуда мы с вами пришли, там уже такая нам кажется темнота полнейшая, да? Потому что пещера создает эффект такой темноты. Продолжают стоять столики. То есть представьте, этот человек объединял вот так природу, насколько у него было креативное, необычное видение, да? Не каждый сможет так объединить природу. И чтобы это все смотрелось при этом гармонично. Посмотрите, какой красивый аэниум. Тоже цветущий. У нас растут аэниумы кругом на самом деле. Фактически это считается растение сорняк. Они растут и на крышах. Посмотрите, вот какая вулканическая перемолотая эта порода. Она используется очень активно в сельском хозяйстве, здесь на острове, для виноградников. Прекрасно она удерживает влагу, то есть конденсат опускается, воды из атмосферы. И прекрасно эта вулканическая порода удерживает ее. Поэтому всегда ее используют на полях. Ты проезжаешь на машине, эти абсолютно черные поля, синее небо, абсолютно яркое синее небо. Вот сегодня, правда, пасмурно. Но я на самом деле рад, потому что было бы очень жарко ходить. И абсолютно белые дома. Такое, вы знаете, минимализм в цвете, но смотрится потрясающе красиво. Смотрите, это пещера, завораживающая пещера. Нереальная, нереальная мощь. И вот этот Цезарь Монрике, потрясающий человек, умудрился создать все так красиво и все так естественно. И представьте, все это поддерживается. Ему в 2021 году исполнилось бы 102 года. Цезарю Монрике, кстати, он очень долго жил тоже в Нью-Йорке, я думаю, там он тоже очень много, я читал об этом, там он тоже очень много получил опыта в плане дизайна, в плане всего этого творческого процесса, и который он позже, вернувшись на свой родной остров, воплотил в жизнь огромное количество проектов. Смотрите, мы продолжаем с вами гулять. Здесь растут большие монстеры. Здесь конкретно в этом месте обязательно носить маску. Вы можете видеть, что все ходят в масках. Они у нас уже необязательные, но здесь так как это пространство закрыто, и количество людей очень большое, маски обязательны. Такие огроменные-огроменные листы. Вот там видны плоды монстеры, мы с вами к ними подберемся, я вам похожу их поближе, плоды монстеры, и посмотрите, какие воздушные корни. Да, этому растению уже очень-очень много лет. Я в восторге, друзья. Смотрите, здесь растут и аспарагусы, также здесь растут лимониумы. По-моему, еще у вас называют его сентрантус, что-то такое, но я его знаю как лимониум. Это растение, которое при засыхании цветы, его можно хранить для сухоцветов, для различных гербариев, для прочего использовать, для таких композиций засушенных растений. Большие алоэ. Также растет здесь паунсеттия. Вот был кустик паунсеттия. И сейчас я вам хочу показать поближе. Иногда немного трясется камера, хотя несмотря на то, что стоит режим отсутствия тряски такой, но за счет того, что на дорожке они не очень ровные. Посмотрите, вот так плодоносит монстера. Друзья, плоды ее съедобные. Говорят, что напоминает она по вкусу что-то между папайей и ананасом. Такие я, правда, не пробовал, вы знаете, пока мне не доводилось, но я знаю, что они съедобные. Я неоднократно видел видео об этом. Листья как будто бы к нашему приезду все были набрызганы каким-то специальным средством. Кстати, друзья, не используйте средства для блеска листвы. Они очень вредны, они полностью закупаривают всю листовую пластину. Растение не может дышать, ему очень-очень от этого плохо. Просто периодически протирайте их, при желании. Убирайте пыль, но не натирайте блеском. Смотрите, вот здесь тоже стоит эта красивейшая колонхоя. По-моему, это колонхоя лаксифлора. Тоже сочетание такой какой-то бирюзово-зеленый, фиолетово-розовые оттенки. Прямо настоящим ковром здесь посажен этот колонхоя. Кстати, видно, что растения в потрясающе хорошем состоянии. Все выглядят абсолютно идеально. Посмотрите, какие портулокарии. Кстати, портулокарии это тоже, конечно, нельзя их называть сорняком, но растут они у нас повсеместно и на каждом углу. Мне периодически пишут, что кто-то купил, например, аэниум, что они стоят очень дорого, или портулокарию совершенно крошечную. У Насти портулокарии, даже возле моего дома, наверное, штук 5-6 огромных кустов растет портулокарии. Посмотрите, традисканция палида, полида. Тоже абсолютно простое растение, но посмотрите, как оно красиво смотрится, когда оно ухожено, когда оно в идеальном состоянии. Любое растение может быть украшением коллекции, даже самое банальное, самое простое растение, если оно ухожено и в хорошем состоянии. Смотрите, пеларгонии. Там вы даже можете видеть дальше кротоны. Там растет еще инжир. Тут много инжира растет. Мы ко всему этому с вами подойдем. Друзья, посмотрите, какие красивейшие пейзажи. То есть, мы уже вышли из зоны ресторанов. Да, и сейчас мы с вами пройдем дальше. Посмотрите, какая красота. Здесь находится этот научный центр выше. К сожалению, в него нельзя попасть, но так как там ведутся свои исследования, но мы можем, кстати, вот мужчина. Видно, что он здесь работает. Спасибо вам большое, мужчина, за ваш труд, за такую красоту, которую вы поддерживаете. Смотрите, пеларгонии. Пеларгонии регерани. Я всегда их называю одновременно и так, и так, потому что я знаю, что между ними есть какая-то разница, но я в нее не вдаюсь особо. Также здесь растет лаванда. Здесь есть такой небольшой, искусственно созданный водоем. Можно сказать, чем-то похож на бассейн. Кстати, несмотря на то, что все небо заволокло тучами, как вы можете видеть, жара стоит достаточно приличная. И у меня были мысли, знаете, так скинуть оковы бренного этого мира до ограничения и просто занырнуть в этот бассейн. Но, конечно, потом я подумал, что моя экскурсия может на этом и закончиться, поэтому я просто смотрел на него. Но желание было очень большое окунуться. Вы знаете, очень-очень красиво. Посмотрите, какая красота. Лаванда. Снова папоротники в большом количестве. Все в такой гармонии, все так идеально сделано. Я не знаю, честно, я уже очень большое количество комплиментов выдал. Да, и саму месту, но продолжаю восхищаться. Здесь еще что-то есть наподобие небольшого водопада. Я не знаю, естественный он или опять-таки это была одна из задумок Цезаря Мандрики и настолько он все это гармонично здесь вписал. Смотрите, какая красота. Вот эта лесенка, она прям так и манит, так и манит, чтобы Николай окунулся. Но нельзя, нельзя. Нужно продолжать экскурсию. Так вот, я не знаю, было ли это создано искусственно, да, Цезаря Мандрики, стоит ли какой-то мотор, который, нагнетая воду, делает такой вот искусственный водопад или это естественное проникновение воды. Но смотрится это потрясающе красиво и тоже очень интересно. Вот такие небольшие плиточки такие лежат. Снова аспарагусы. И мы продолжаем наше движение. Здесь стоят эти красивейшие хенопсисы. Огроменные, огроменные кактусы вместе с колонхоя. Смотрите, какие великаны, просто великаны. Кактусы, великаны им уже очень много лет. Кстати, тоже среди них были цветущие. Цветы у них такие небольшие, вы знаете, особо не привлекательные, да, по сравнению с самими кактусами. Иногда кактус маленький, а цветы огромные. Тут же наоборот, да, кактус огромный, а цветочки совершенно крошечные. Но все равно это очень и очень красиво. Посмотрите, какие великаны. Видите, у них небольшие есть цветы. Пальмы здесь также растут, канарские. Обрамляют таким небольшим кольцом эту зону. Очень много людей, очень много туристов. Да, конечно, эти произведения Цезаря Манрике дают большой вклад в экономику острова. Остров в идеальной чистоте. Вы знаете, я не видел, я, по-моему, за все время видел только одну где-то валяющуюся бумажку, и то в такой очень плотно заселенной туристической зоне. Все остальное идеально чистое. Посмотрите, снова и снова, а вот мои дорогие и любимые Сан-Севьерии. Куда же без них. Тоже растут огромной такой семьей. Видите, какие красавицы. Здесь, по-моему, микс Зеланики и Лаурентики посажены между собой, потому что есть вариегатные, есть такие более полосатые, да, зеленые. Смотрите, сейчас мы с вами вошли в зону этого концертного зала, где проходят оркестры, проходят концерты симфонической музыки. Я вам здесь просто дам немного насладиться, друзья. Посмотреть и представить, как это все может быть. Потрясающая красота. Насладились немножко тишиной и музыкой. Вот такая красота. Здесь есть натуральный свет, который входит, да, сквозь это отверстие. То есть, эта пещера освещена достаточно хорошо. Также здесь есть небольшое количество искусственного света и потрясающая акустика, друзья. Как я уже сказал, этот концерт включает ужин и вот такое нереальное наслаждение. Да, посмотрите, какая красота. Потрясающее место произвело на меня неописуемое впечатление. Я уверен, что еще вот эти стеклянные стоят шары. Наверняка на них тоже в определенный момент включаются лампы. Да, и отблески начинают гулять по всей пещере. Мы продолжаем наше с вами движение. Экскурсия наша еще не заканчивается. Надеюсь, вам интересно. Друзья, пишите, если вам видео кажется интересным. Мне всегда приятны ваши отзывы. Я вам всегда отвечаю. Иногда, как я уже говорил однажды, YouTube блокирует сообщение по какой-то неизведанной ему одному причине. И я не могу на них ответить. Он мне пишет, что сообщение недоступно, хотя я вижу, что сообщение приходит от зрителя. И видно, что сообщения позитивные, не ругательства какие-то. Но их YouTube почему-то отсекает. Поэтому, если я вам не ответил, друзья, не обижайтесь сильно. Я стараюсь по возможности всем отвечать. Смотрите, какие инжиры. Мне кажется, причем инжиры были формированы, знаете, как такой не совсем бонсай, конечно, размер это огромный. Но что-то в их форме есть от бонсая. Возможно, они были часто... Проводилась у них, так сказать, обрезка, да? И формировались эти инжиры. Здесь растут нереальнейших, просто, друзья, нереальнейших размеров кротоны. Я, вы знаете, у меня взорвался мозг. При виде этих кротонов у меня периодически взрывался. Кто следит за мной в Instagram, он знает, что я посетил много красивых мест. И вот эти кротоны просто фейерверки какие-то. Для чего же красивая природа, да? При том, что это все было создано здесь искусственно. То есть искусственно, но настолько гармонично. Огромные-огромные кусты кротонов. Я фотографировал их со всех ракурсов, возможных и невозможных. И, конечно же, восхищался. Посмотрите, здесь также стоят небольшие лавочки, такие встроенные прям в вулканическую породу. Люди делают фотографии, снимают видео. Все восхищены. Даже небольшие любители, так сказать, растений. Общим видом, посмотрите, какая красота. Общим видом этой красоты не может не восхититься. Листья идеально чистые, идеально все-все сформировано и красиво так растет. Вот такой вот тоже более тонкими листочками красивейший кротон. Продолжаем наше движение, друзья. Вот такой вот вид с этой стороны на всю эту территорию. И сейчас мы с вами уже пойдем подниматься вверх по лестнице, потому что нужно двигаться, двигаться вперед, потому что еще есть красота, которую мы с вами не увидели. Такая вот тоже красивейшая лестница в форме улитки, винтовая лестница, можно так сказать. Будем с вами подниматься. Такая лестница называется Караколь, по-испански. Типа лестница-улитка. Смотрите, какая красота. Все-все вот в идеальном абсолютно порядке. Абсолютно идеальная чистота, поддерживается. Много персонала, конечно, работает здесь. Тоже кротон такой растет, этот поменьше. Да, прямо на вот этой породе прекрасно растут растения, мы с ними маемся дома, а тут они растут прямо на вулканических скалах. там клочок буквально грунта, у них какой-то земли надуло каких-то микроэлементов, и они чувствуют себя абсолютно прекрасно. Ни кончики у них не сохнут, ни вредители не нападают, все прекрасно. Да, дома же мы с ними мучаемся, маемся. Вот такой вот парадокс природы. Да, все-таки растения, конечно, они любят свободу, любят свежий воздух, атмосфера, да, такая природа натуральная, их росту способствует. Опять-таки, отсутствие ограничения для их роста, то есть корневая система может расти без ограничений, это, конечно, тоже способствует их прекрасному состоянию. И сейчас мы продолжаем наше движение уже в верхней части этого комплекса. Здесь также кругом растут растения, есть зоны для отдыха, опять-таки, снова для утомившихся туристов. Есть зона кафе, опять-таки, кафе, ресторан, и здесь можно прекрасно отдохнуть, посидев, посмотрев на красоту данного места. Очень много разнообразных суккулентов растет, здесь своеобразных, да, таких, кстати, опять-таки, канарских, очень типичных для наших мест. здесь опять будут у нас аэниумы, я вам сейчас покажу. Вот так можно очень часто аэниумы встретить растущими на улице, да, особенно, я помню, был на острове Тенерифе, так, на Тенерифе во многих местах там влажность выше, чем на Гран-Канаре, и во многих местах прямо на крышах среди черепицы растут эти аэниумы, то есть людям даже приходится их искоренять, потому что они развеивают свои семена и очень быстро начинают заполнять любые пустоты, можно так сказать, где бы они могли пустить свои корни, посмотрите, вот такие красивейшие аэниумы растут, цветут, кстати, вот цветущие, не знаю, кто из вас видел, цветущие аэниумы, цветут они вот так, достаточно своеобразные и красивые растения, да, именно для своего дома, мне кажется, они прекрасно могут заполнять, да, какие-то пространства, их можно ставить на террасе в красивых керамических горшках, посмотрите, вот такой вот вид сверху, сейчас мы посмотрим еще поближе немного на всю эту красоту, созданную Цезарем Мандейке, спасибо ему, вот вы видите океан, кстати, он не так уж и близко находится, кажется, что он прям близко, но на самом деле до сюда тоже ехать достаточно прилично, вот еще очередной кафе, очередной кафе, то есть на каждом углу, да, нас встречают кафе, чтобы очередные какие-то деньги мы заплатили здесь, опять-таки, для нашего удобства, если захотелось кофе или еще что-то, но они настолько гармонично вписаны, что они не мешают общему ощущению, общей картине, да, то есть нет такого, что как-то наляпаны эти кафе, нет, они настолько гармонично вписываются здесь, что это кажется, что всегда так и было, посмотрите, здесь растут ливии цветущие тоже, сансевьерии снова были, такая красота, вот здесь еще сансевьерии мои, красавец, сансевьерии универсальные растения, растущие абсолютно в любых композициях, и всегда они эту композицию будут украшать, чтобы ты не посадил, сансевьерию посадил рядом, и всегда будет просто красота, здесь тоже что-то небольшого такого прудика сделано, что-то очень красиво, все очень и очень эстетично, друзья, смотрите, какая красота, вот здесь такие своеобразные галереи, да, это, конечно, уже все рукотворное, это не настоящая пещера, но сделано все под стать, будто бы мы находимся опять-таки в чем-то натуральном, природном, да, в такой пещере, за счет того, что используются натуральные материалы, большое количество растений, лаказии, просто покорили мое сердце вместе с монстерами Делесиоса, да, посмотрите, какая все же красота, природа, человек, на самом деле, могут жить в большой гармонии, если мы уважаем природу, ценим ее, и не меняем полностью, не перекраиваем под себя, а просто ее дополняем и как-то, можно так сказать, улучшаем, да, и получаются вот такие результаты, благодаря Цезарю Монрике, я еще больше проникся уважением к природе, к ее красоте, к ее мощи, и на самом деле это место я бы посетил даже в будущем еще раз, неоднократно и с удовольствием здесь бы прогулялся, огромный Драго растет здесь, кругом это вулканическая лава, такой вот цветет тоже гибискус, красный гибискус, вот такая друзья, красота, вот такая у нас с вами получилась экскурсия, я конечно здесь задержусь еще на какое-то время, погуляя, вот здесь растет что-то похоже на гасанию, вот эта травка такая цветущая желтым, смотрите, какие потрясающие гибискусы, какие красивейшие лампы, посмотрите, удивительнейшие лампы, так понимаю, вечером, когда люди приходят сюда на концерт, на ужин, эти лампы включаются, это должно быть что-то неописуемо красивое, да, я в восторге, и вот так, вы знаете, я ходил практически по всему острову, вот как мы с вами прошли здесь, такое ощущение у меня осталось с этого острова, острова, такой вулканический рай, несмотря на то, что здесь такая достаточно суровая природа, все-таки для меня это показалось самым настоящим раем, посмотрите, снова Алакази, я не могу не поднести свою лапку, вы знаете, не замерить размер листа, чтобы вы понимали, да, примерный масштаб происходящего, все, друзья, мы будем с вами выходить отсюда, я здесь еще немного задержусь, но с вами я уже буду прощаться, спасибо, что вы были со мной, я надеюсь, эта экскурсия вам понравилась, на канале их всегда много, пишите свои комментарии, если вам видео понравилось, ставьте лайк, спасибо, что вы были со мной, и мы увидимся, у нас еще есть одно видео с этого острова, кстати, да, скажу, выйдет видео о парке, огромном парке кактусов, который тоже был создан Цезарем Монрике в одном из каньонов таких заброшенных, это потрясающе красивый парк, в котором мы с вами тоже обязательно в самое ближайшее время прогуляемся, все, друзья, спасибо еще раз, что вы были со мной, и до новых встреч, пока, пока, субтитры сделал DimaTorzok,